Анджей Савковский Вот день гнева наступает, В прах волна века смывает, Все Давид с Сибиллой знают, Будет страх там истянанье, Всем судья даст наказанье. Голос трупа повещает, Из могил всех поднимает И к трону призывает. Тарарара, 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 Дум-дум-дум-дум, Ла крымоза диас илля, Ква резергу текс фавилля, Индикандус гомореус, Гуи кэргопарцедеус. Ой-ой-ой-ой, приближается, Уважаемые господа и дорогие слушатели, Приближается день гнева, День скорби, день слез, Приближается день суда и наказания, Как говорится в послании Иоанна. Антихристус венит, И, дорогие слушатели, Будет из колена данного. Рожден будет в Вабилоне, В конце света придет, Три с половиной года царствовать сможет. В Иерусалиме свой храм построит, Силой царя владеет, А церковь Божью разрушит. На огненной печи ездить бурят, Везде творя диво дивные, Раны свои показывая, Сманит верных христиан. Прибурят мечом и огнем, И силой его будет богохульство, И плечи его предательство, И десница его погибель, А шуется тьма. Лицо его, как у дикого зверя, Лоб высокий, брови сросшиеся, Правый глаз его, как заря, Понимающаяся на рассвете, Левый, неподвижный, зеленый, как у кота, И две зеницы за место одной, Нос его, как пропасть, Губы, как локоть, Зубы на пять, Пальцы его, как железные косы. Ну, ну, и чего-то кричать на деда, Уважаемый? Зачем сразу угрожать-то? За что? За какую провинность? За то, что пугаю? За то, что глумлюсь? Будто ворона каркаю. Вовсе любезной не каркаю. Правду говорю, Чистую правду заявляю, Великими отцами церкви, Засвидетельствованную. Да из Евангелии почерпнутую. Из апокрифичных, говорите? Ну, и что с того, Что из апокрифичных? Весь этот мир апокрифичный. Что там несешь, милая девушка? Что-то там в жбанах пенится. Не пиво? Случаем. Эх, превосходная. Свидницкая, как пить дать. Эй, а посмотрите-ка в окошко, Уважаемые. Может, старика глаза обманывают? Или это мне кажется, Или солнце наконец-то Сквозь тучи пробивается. Боже мой, так и есть. Конец? Скоро будет конец Лякоти и непогоде. Верю. Вы только поглядите. Вот и блеск мир заливает. Опускается с небес Толпом золотистым. Вот свет безграничный. Люкс перпетва. Свет вечный. Хотелось бы такого вечного. Хотелось бы. Что вы говорите? Что раз уж скоро конец лякоти, То хватит сидеть в корчме И не порали в путь? Что вместо того, Чтобы болтать ерунду, Поскорее рассказать, Дабы закончить? Завершите рассказ о том, Что там было дальше С Рейн-Иваном И с его любимой Юттой, С Шарлеем и Самсоном, В то время, Время жестоких войн, Когда изошли крови И почернели от пожарищ, Земли лужит, Силезий, Саксоний, Тюрингий и Баварий. В самом деле, уважаемые, В самом деле, Расскажу, Ибо и повесть Естественным порядком К концу клонит. Хотя сказать вам должен, Что если к счастливому, Либо веселому завершению Повести готовитесь, То жестоко ошибаетесь. Ну что, опять пугаю, Каркаю. А как тут, скажите, Не каркать, Когда такие ужасные вещи В мире творятся? Когда во всей Европе, Посмотрите только, Беспрестанно шум битвы. Под Парижем Не высыхает кровь На мечах французов И англичан, Бургундцев И армоньяков. Непрерывно в смерти пожары На земле французской. Постоянно война. Сто лет продолжаться будет, Что ли? Англия кипит в мятежах, Глостер на ножах С бофортами. Будет из-за этого, Ой, будет, Вспомните слова мои, Что-то недоброе Между Йорками и Ланкастерами, Между белой и алой розой. В Дании гремят пушки. Эрик Померанский Противостоит Ганзе. Яростный бой ведется С князьями Шлезвика И Голдштейна. Цюрих Поднял вооруженное восстание Против кантонов Договариваться Об единении Гельветского союза. Медиолан Сражаться против Флоренции. На улицах Неаполя Вещинствуют завоеватели. Солдатня из Арагонии Наварры. В московском княжести Гуляют меч и факел. Василий В ожесточенной стычке С Юрием Дмитрием Косым Шамякой. Вае Виктис Горе побежденным. Побежденные плачут Красными слезами Из кровавых глазниц. Доблестный Яныш Хуньяди Успешно воюет С турками. Преимущество На стране детей Арпада. Но уже висит, Когда Моклов и меч Тень полумесяца Над Семиградом, Над долинами Дравы, Тицы и Дуная. Написано, Ох и написано, Мадьяром горько Судьба Болгар и сербов. Венеция Цепенет от ужаса, Когда Мурат II Обогренным Ятаганом Истребляет Эпирры и Албанию. Царство Византийское Укорочено До размеров Константинополя. Иоанн VIII И братьево Константин С беспокойством Взирают со стен, Высматривают, Уж не нападает ли Осман. Миритесь, Христиане, Восток и Запада, Перед лицом Общего врага. Миритесь И объединяйтесь, Разве что Слишком поздно уже. Бризок Великий день Господень, И будет он Днем гнева, Днем гнета И терзаний, Днем разрушения И опустошения, Днем темноты И мрака, Днем тучи И грозы, Диас И рая. Предсказал Царь Давид В псалмах, Сделал Пророчество Пророк Сафония, Нагадал Языческое Вещунье Сибилла. Когда Увидите, Что брат Братовый Дает На смерть, Что дети Восстают Против Родителей, Что жена Оставляет У мужа И что один Народ Объявляет Войну Другому Народу, Что на всей Земле Великий Голод Творится, Великие Бедствия И многочисленные Несчастья, Тогда Узнаете, Что Близо Конец Чего? Что Говорите? Что Все, Что я Тут Перечислил Происходит Ежедневно Повсюду И кругом Не вовсе Не в последнее Время Только, А извечно В круге Времени Ага, Ты прав, Благородный Господин Рысарь С габданком На гербе Как и ты Доступощенный Фраттер Из Святого Франциска Вы Правы Кивая Головами И мины Умные Строя И вы Уважаемые Господа И вы Монахи Благочестивые И вы Купцы Добрые Правы Всюду Зло И преступление Ежедневно Братоубийство Повсеместно Предательство Постоянно Кровопролитие Что Ж Действительно Наступил Век Измены Произвола И насилия Век Непрестанной Войны Как же Тогда Если Такое Вокруг Творится Распознать Уже Конец Света Али Нет Еще Почему Это Оценить Какие Знаки Показаны Будут Какие Сигна Это Стэнта Головами Смотрю Все Кивайте Вожемы Господа Добрые Граждане Праведные Монахи Ведаю Чем Думайте Ибо Я Порой Над тем Размышлял А может Думал Я Без Сигнала Все Содеется Без Оповещения Без Предупреждения Вот Просто Бац И Конец Финис Мунди Конец Света Может Нет Надежды На Спасение Может Полное Отсутствие Праведных В Содоме Может Поскольку Мы Премя Коварное Не Будет Знак Нам Подан Ну Своих И Будет Из Нея Дождь Кровавый На Всей Земле Во Второй же День Земля Будет Сдвинута Со Своего Места Врата Неба Откроются На Востоке И Дым Огня Большого Заслонит Все Небо Не Будет В тот День Великий Страх И Ужас На Свете В Третий День Застонут Глубины Земли С Четырех Сторон Света И Все Пространство Заполнится Омерзительным Самарадом Серый И Будет Так Аж До Десятого Часа В День Четвертый Диск Солнца Заслонится И Будет Темень Великая Пространство Будет Мрачным Без Солнца И Месяца Звезды Прекратят Свои Услуги И Так Будет Аж До Утра Шестой День Утро Будет Туманное Глава Первая В Которые Рейн Ивен Пытающийся Напасть На след Своей Любимой Подвергаться Проклятием В Доме И Во Дворе Стоя Сидя И Работая Тем Временем Европа Изменяется Приспосабливаясь К новой Технике Боя Утро Было Туманным Непривычно Теплым Для Февраля Всю Ночь Намечалась Оттепель На Рассвете Снег Таял Отпечатки Платков И Выдавленные Колесами Телек Колеи Моментально Заполнялись Черной Водой Оси И Волки В телегах Скрипели Кони Храпели Воздиницы Сонно Матерились Насчитывающая Около Трехсот Повозок Колонна Двигалась Медленно Над Колонной Носился Тяжелый Удушающий Запах Соленой Сельди Сэр Сэр Джон Фастольф Сонно Покачивался В седле После Нескольких Дней Мороза Вдруг Настала Оттепель Мокрый Снег Падающий Всю Ночь Таял Быстро Растаявший И не капал С елей Гыр Нани Рыбей Га Шум Внезапной Драки Всполошил Ворон Птицы Сорвались С голых Веток Половенное Февральское Небо Испеширило Черная И подвижная Мозаика Насыщенный Растаявший Влагой Воздух Заполнился Карканьем Лязгом И грохотом Железа Криком Битва Была Короткой Но яростной Копыта Изрыли Снежное Месиво Перемешали Его С болотом Кони Ржали И тонко Визжали Люди Орали Одни воинственно Другие От боли Началось Внезапно Закончилось Быстро Ого Заходи Заходи И еще Раз Тише Дальше Эхо Шарахалось По лесу Ого Ого Ворон Каркали Кружась Над лесом Топот Помалу Удалялся Крики Затихали Кровь Окрашивала Лужи Впитывалась В снег Раненый Армегер Услышал Приближающегося Всадника Его Встрезал Храпканя Из зону Пряжи Армегер Охнул Попробовал Подняться Но не смог Напряжение Усилило Кровотечение Из-под Лад Панциря Сильнее Запульсировала Карминова Струя Сплывая По металлу Раненый Сильнее Уперся Плечами В поваленный Пень Достал Кинжал Сознавая Насколько Скверно Это оружие В руках Того Кто Не сможет Подняться Имея Пробитый Копьем Бог И Вывихнутую При падении С коня Ногу Приближающийся Гнедой Жеребец Был Иноходцем Нетипичная Постановка Ног Сразу Бросалась В глаза Всадник На Гнедом Коне Не имел На груди Знака Чаши То есть Не был Одним Из гуситов С которыми Отряд Армигера Недавно Провел Схватку У всадника Не было оружия И не было Доспехов Он был похож На обыкновенного Путника Раненому Армигеру Однако Было известно Что сейчас В феврале Месяце Года Господнего 1429 В районе Сджегомских Холмов Путников Не бывает В феврале 1429 Года По Сжегомским Холмам И Яворской Равнине Не путешествовал Никто Садник Долго Присматривался К нему С высоты Седла Долго И молча Кровотечение Надо Остановить Отозвался Он Наконец Я Могу Это Сделать Но Только В том Случа Если Ты Отбросишь Прочь Этот Стилет Если Ты Этого Не Сделаешь То Я Отъеду А Ты Управляйся Сам Решай Никто Охнул Армигер Никто Не Даст За Меня Выкуп Чтобы Потом Не Получилось Будто Я Не Предупредил Бросишь Стилет Или Нет Армигер Тихо Выругался Швыр 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 Кинжал Сильно Стилет Вон 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 Пунктум Колотая Рана Глубокая Я Наложу Повязку Но Без дальнейшей Помощи Нам Не Обойтись Довезу Тебя К С Джегам С Джегам Осажден Гуси Ты Знаю Не Шевелись Я Тебя Выдохнул Армигер Я Тебя Кажется Знаю Мне Представь Себе Твоя Рожа Тоже Кажется Знакомой Я Вилка Шлинданау Руженосец Рыцаря Борсхница Упокой Господи Водушев Турнир Взембинцах Я Вел Тебя В Вашню Ведь Ты Ты Рейнвар Избелявы Ведь Так Ага А ты Ведь Глаза Армигера Изумленно Расширились Господи Иисус А ты Ведь Проклят В доме И во дворе Согласен Теперь Заболит Армигер Сжал Зубы В самый Раз Рейнвар Вел Коня Скорчившийся В седле Вилка Шлинданау Охал И Постанывал За холмом И лесом Была Дорога Недалеко От нее Обгоревшие Руины Остатки До основания Разрушенных Домов Которых Рейнвар С трудом Распознал Бывший Кармель Монастырь Ордена Беатиссима Виргинис Мария Демонте Кармели Служащий Когда-то Домом Демеритов Местом Уединения И наказания Уступившихся Священников А дальше Был уже С Джегом Осажденный Осаждающая С Джегом Армия Была Многочисленной Рейнвар С первого Взгляда Оценил Ее В добрые Пять-шесть Тысяч Человек Таким Образом Подтверждались Слухи Что Сиротки Получили Подмогу Из Моравии В декабре Прошлого Года Ян Кроваловец Вел на Селецкий Рейд Почти Четыре Тысячи Бойцов С пропорциональным Числом Боевых Вазов И артиллерий Вазов В наличии Было Около Пятисот Что касается Артиллерии Именно Сейчас Ей Представился Случай Показать Себя Во всей Красе Десяток Бомбард И мортир Загрохотали Заволакивая Дымом Батарею И подступы Каменные ядра Со свистом Полетели в город Влезаясь В стены И дома Рейнован Видел Во что попали Снаряды Видел Во что Целились Под обстрел Попали Башня Клюва И башня Над Свидницкими Воротами Главные Оборонительные Бастены С юга И востока А также Богатые Каменные Дома На рынке И приходская Церковь Ян Краловец Из Градка Был опытным Предводителем Знал на ком Отвязываться И чье имение Рушить Доброняться Или отчаянно Или сдаться Обычно Решали голоса Городской Аристократии В принципе После залпа Можно было Ожидать штурма Но ничто На это Не указывало Дежурные Части Производили Из окопов Обстрел Из арбалетов Гаковниц И тарасниц Но остальные Сиротки Предавались Безделью Возле Привалочных Костров И кухонных Котлов Не наблюдалось Никакой Силенной Активности Также В окрестностях Шатров Штаба Над которыми Лениво Развивались Знамена С чашей Пеликаном Продолжение следует